молитва это все-таки следствие уже это уже следствие да это определенное дело но это следствие наших нашей жажды вот наших выстраивания вообще сама по себе молитва есть отношение с богом мы должны рассматривать смотреть у них как ритуал ритуал не требует никаких изменений о соблюдении регламента чтобы мы строго двигались по регламент но молитва это цель молитвы это не в ритуал это ритуал я ничего не имею против ритуал ритуал нужен где-то и он должен быть в нашей жизни там могут быть свои семейные ритуалы но молитва это взаимоотношение взаимоотношения всегда имеют развитие соответственно мы должны сразу же себе решить что наша молитва будет меняться то есть она не может быть каждый раз одно и то же она должна меняться как меняются наши отношениях по мере нашего сближения с богом то есть чем мы ближе к нему тем на другой меняться форма меняется для начала я бы просто посоветовал бы людям но это как вот такое направление а как лайфхаки какие-то да то есть такая вещь вот когда например люди знают мы может мы в церкви можем сидеть в церкви все такие хорошие все чудесные хорошие выведя этих людей на спортивную площадку мы так много друг от друга узнаем что вскроет истину игра любая спортивная игра скроется так вот есть то пасть нужная позитивная игра ролик когда человек играет определенную роль в своей жизни которая позволяет ему разобраться самому собой молитва человеку нужно во многом чтобы разобраться самому с собой разобраться со своими демонами и ангелами разобраться с богом своим из безбожием своему с этими вещами лучше всего помогает ему не зависание где-то вот в одном месте да такое без движения а а когда человек включается в определенную игру и когда человек начинает это не игры с жизнью такие вот в негативную контексте до изображать из себя праведника не в этом смысле а превратить это в интересную игру вот это не граммит это по да да вот это значит да интересная игра но можно ведь по-всякому это сделать но человек может встать и там например молиться по молитвенным ориентирам меня часто спрашивают где молитвенные ориентиры когда у меня возник кризис моей духовной жизни а я был 20 лет пастором ни один молитвенный ориентир не имел ответа на мою нужду вот все эти молитвенные ориентиры не помогали и я понял что я не знаю как молиться мне нужно было найти способ как я помолюсь если вот это не помогает и мне пришлось подойти к этому неформально творчески молитве и именно это вытащила что я делал нотка элемент игры я но я находился один это не было публично в церкви в там в доме в деревне я разбегался и прыгал но я не просто прыгал что этом играл в эти но а я говорил вот здесь у меня одно состояние низкого там более высокая вот здесь естественная жизнь вот там сверх естественно что мешает мне прыгнуть в сверхъестественную я разбегался и физически прыгал в сверхъестественную жизнь через некоторое время заметил перемены в своей жизни то есть вот когда мы включаем творчество и начинаем вот эту игру, да, а у нас у всех есть роли. Роль отца, роль там сына, роль дочери, матери. Все равно мы живем по каким-то ролям. Роль пастора там даже и так далее. Пастор — это одна из моих ролей, но это не вся моя жизнь. Я не только пастор, я отец, сын там и так далее, да. Вот. И верность в малом — это качественное проживание своей роли. Не будешь хорошим сыном, не станешь хорошим отцом и так далее, да. То есть здесь, ну, все взаимосвязано. И Бог хочет от нас, чтобы мы были верны в малом, и тогда он нам даст больше. Не игнорировать вот эти роли, а радоваться, что у тебя есть определенная роль. И быть верным в этой роли, и отыграть эту роль качественно, да. Вот. И если мы добавим элементы игры, это одно из, один из лайхаков, конечно, не единственный, который поможет. И убрать из молитвы век радио. Вот у нас молитва, как будто мы до сих пор в веке радио живем, а не в веке телевидения там или так далее. Увиденная истина ничем не хуже услышанной. Надо научиться не только слышать истину, надо научиться видеть истину. Что произошло? Чем-то Моисей отличался от других сынов Израилева в свое время. Почему именно он лидер? Когда против него восстали его коллеги, что произошло? Они сказали, мы тоже Бога слышим. Является Господь и говорит, а Моисей раб мой, он не только слышит голос мой, он видит. И вот видящий лучше слышащего. Если человек перейдет с уровня слышания в уровень видения, а видение приходит от Духа Святого, это непросто. Как люди думают, надо фантазировать, сидеть. Надо, чтобы в твое воображение, вот как человек на иных языках говорит, он позволяет Духу Святому говорить через него, не выдумывать слова. Вот так человек должен позволить, чтобы Дух Святой заполнил его воображение и дал ему картины Царства, картины Нева. И тогда видение захватывает всего человека, в отличие от слышания. Видение имеет такое действие на человека, что весь человек вовлекается в него, и его вера возрастает с невероятной скоростью в этот момент. Ну, если коротко так. В общем, я поняла одно, что развитие у нас бесконечное в отношениях с Богом. Мы никогда не сможем сказать, вот, теперь я уже все знаю, как молиться. Но я вижу, какое огромное упущение было допущено даже мной, потому что есть какая-то одна форма молитвы, и ты вот ее придерживаешься практически всю свою жизнь. А ведь есть, оказывается, так много интересных состояний с Богом, а мы это просто упускаем. И я вот думаю, что когда Давид, он в своих псалмах говорит, что я от ранней зари и ищу Господа, я понимаю, что это не то, что он заставлял себя молиться, не то, что там ему было скучно в молитве, он реально получал огромное наслаждение в отношениях с Богом. И вот достичь вот этого состояния, я думаю, мы должны как-то стремиться к этому, разрушить какие-то парадигмы, которые в нашей голове, какие-то формы, к которым мы привыкли. Мы привыкли к определенным формам молитвы, что это будет вот так, вот так, вот так. И мы понимаем, что мы засыхаем. Ну, нужно раскрутить себя, не ждать вот этого момента такой вот чувственной какой-то любви к Богу, которая была там, как мы вспоминаем, в 90-х годах. На самом деле, мы должны в более взрелое состояние прийти, когда ты уже четко понимаешь, что ты призываешь Бога не тогда, когда тебе только трудно и чтобы Он решил наши проблемы все, да, но просто потому, что Он мой отец. И я хочу общаться с Ним, я хочу объясняться Ему в любви, я хочу каждый день Его слышать, я хочу, чтобы Он на меня влиял, не какие-то вещи, не какие-то демоны, но чтобы Бог и Дух Святой на нас влиял. Аминь. Виктор, да? Как ты считаешь? Да, 100%. Только единственное, что мне вот постоянно нужны чувства. Вот кто-то может сказать, что ему не нужны, но мне прям позарез. То есть я вот вижу, что если я эмоционально не привязан к Богу, то я эмоционально привязан к какой-то ерунде, да, вот понимаете? Это правда, да. То есть люди на самом деле эмоционально, вот почему, например, говорят, дети перестают родителей слушать, как-то игнорируют их там, потому что иногда ребенок настолько уже в телефоне, грубо говоря, да, что ему уже вот обычная родительская любовь, для него уже, ну, как бы не очень. Скучно, да. И вот то же самое с Богом, да, вот когда я эмоционально, чувственно вовлечен в богоискание, да, то есть переживание Его любви, да, вот в эти видения, да, вот эти все моменты, то тогда мое сердце, вот оно привязано к нему, я отдаю вот все свои эмоции, все свои чувства, в первую очередь тому, ради которых эти чувства и эмоции и были на самом деле сотворены во мне, да, то есть и мой смех, и моя радость, и мои слезы, это все прежде всего ему принадлежит, а не просто интернету там и где-то еще, хотя все на своем месте, но я говорю именно о приоритете, да. Я, например, человек творческий, я очень люблю взять гитару, например, и взять несколько аккордов и просто вот пережить его славу, пережить его благодать. Для меня это важно, чтобы и душа моя, да, то есть она тоже пережила Господа, не только дух. Можно три секунды, да, о чувствах. Вот чувства, это вообще как звери. Вот, например, негативные чувства человека, даже самые плоские чувства, они напоминают диких животных. Там, не знаю, свинью, бору, какого-то, тогда чувства, которые посвящены Богу, подобны домашним животным. Когда нужно вспахать большое поле, вспахать его вручную или на здоровом быке, ну, есть разница, или на лошади, да, конец здорового. Так вот, человек, который смог посвятить свои чувства Богу, он подобен человеку, который имеет целый вот табун лошадей, которые помогают ему намного быстрее двигаться в этой жизни. Можно позитивно, да, эти моменты вот рассматривать. Здорово. Друзья, вы можете представить, какие ценные советы мы сегодня получили? Я думаю, что это подтолкнет нас на новые шаги с Богом. Это раскроет нашу духовную сущность настолько, что мы будем горячие и горячие настолько, что мы будем молиться и получать от Бога то, что Он хочет нам дать. Это направление в жизни. Вы знаете, однажды я проснулась утром, и я просто проснулась, но внутри меня были слова. Я даже не помнила это место из Писания, а потом просто стала даже искать, где же это слово написано. И мне был этот псалом, что ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим. И с этого момента я постоянно говорю, сейчас много непонятки, мы не знаем, как поступать там, там что делать, но когда я уповаю в своем сердце, что Он укажет мне путь жизни, и на этом пути у меня будет полнота радости пред лицом Его, я буду точно знать, что это Он повел меня туда, это Он сказал мне это сделать. И я в этот момент я реально успокоилась, и у меня мир внутри меня. Все, будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе, что Ты творящий чудеса, Ты творящий милости, Господь. И мы благодарим Тебя, что прежде, чем мы назвали все эти нужды, Ты уже их знал, Господь. И мы просто простираем руки, Господь, на все эти нужды, на все эти молитвенные просьбы, и мы говорим Духом Своим Святым, Господи, прямо сейчас, сойди, Господь, на этих драгоценных людей, пусть ангелы Божьи, они принесут ответ, Господь, для каждого из этих людей. Мы просто отдаем сегодня каждую нужду и каждое прошение Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что Ты сказал, желание праведника, оно исполнится, ожидание праведника, радость, Господь. И мы сегодня просто благословляем, Господь, просто каждого человека, кто сегодня присылает свою молитвенную нужду, мы говорим именем Иисуса Христа, исцеление, сверхъестественное обеспечение, Господь, сверхъестественные чудеса, сверхъестественная защита. Господь, мы молимся так же, чтобы всякий страх уходил, я чувствую, что сегодня некоторые переживают страх, и Бог говорит, войди в мой покой, войди в мой покой, я все тот же, я вчера, сегодня и вовеки тот же, укройся под моим крылом, укройся под моим крылом. О, Господь, мы благодарим Тебя, мы молимся, благослови сегодня каждого человека. Пусть, Боже, все заботы, которые у нас есть, мы возложим на Тебя, Господь. Потому что Ты нам не сказал нести эти тяжести, Орлой. Ты сказал, отдайте их мне. И мир Божий, который превыше всякого разумения, он соблюдет наши мысли во Христе. И мы молимся, мы говорим шалом, шалом. В каждой мысли, в каждое сердце Господь держит вас в своей руке. Господь отвечает на молитвы. Господь делает чудеса прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Если ты принимаешь, скажи, я беру свое чудо, я беру свое чудо от Господа, я беру свой ответ от Господа прямо сейчас и благодарю за то, что Господь верный. И все доскажут Аминь. Аминь. Дорогие друзья, телеканал ТБН существует благодаря вашим пожертвованиям и может делиться благой вестью по всему миру. Мы молимся о том, чтобы наши зрители получили ободрение, ответы свыше на свои вопросы. Для нас важно, чтобы каждый ощутил прикосновение Святого Духа, был соединен с нами в единой молитве. Поддержите служение ТБН по сильным вкладам. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напаяет других, тот и сам напоен будет. Поддержать нас можно по ссылке в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok